Чистота – залог успешной торговли. Обильные снегопады требуют от предпринимателей повышенного внимания к поддержанию чистоты своих торговых объектов. Представители администрации округа и Госадомтехнадзора проверили, как магазины соблюдают требования по уборке территории. В течение четырех часов после того, как снегопад начался, нужно уже проводить антигололедные мероприятия. Но такие правила соблюдают далеко не все владельцы объектов торговли. Убранная от снега прилегающая территория – не только обеспечение безопасности, но и поддержание хорошего уровня сервиса для покупателей. Для тех, кто пренебрегает исполнением своих обязанностей, законом предусмотрены штрафы. На индивидуальных предпринимателей от 5 до 20 тысяч, на юридических лиц от 15 до 70 тысяч. То есть, как правило, достаточно одного штрафа, чтобы в дальнейшем объект был образцово-показательным. И, соответственно, большие штрафы очень быстро стимулируют к тому, чтобы территорию прилегающую содержать в надлежащем состоянии. Зона ответственности – 5 метров по периметру здания. От снега и мусора необходимо очищать площадку перед входом в магазин, прилегающие к нему лестницы, ступеньки, а также парковку. Собственники торговых центров с уборкой территории зачастую справляются лучше, чем владельцы небольших павильонов. У нас в штате находятся сотрудники, которые ежедневно, каждое утро занимаются уборкой территории. Плюс в зимний период, когда выпадает снег, необходимость. То есть, мы привлекаем на договорной основе технику и также дополнительных людей. По итогам рейда на улице 3-е почтовое отделение выявили одного нарушителя. Представители администрации округа и инспекторы госадмотехнадзора пообещали – в следующий раз вместо профилактической беседы организаторам торговли выпишут штраф. Мы сегодня совместными усилиями еще раз прошли несколько объектов, указали на недостатки, увидели как положительные примеры, так и отрицательные. Дальше системная работа, конечно, будет продолжаться. За прошедшую неделю сотрудники госадмотехнадзора зафиксировали в Люберцах более 25 нарушений. За несвоевременную уборку территории бизнесменам выписали штрафы на общую сумму более 170 тысяч рублей.